«У меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь». Эти слова в блокноте написаны детской рукой. Записи Егора, восьмилетнего автора мариупольского дневника о сне и еде, чередуются со словами о смерти его близких и других ужасах, которые принесли в город-крепость на Азовском море российские захватчики. «У меня умер дедушка, у меня рана на спине, содрана кожа, у сестры ранение головы, а у мамы выдранное мясо на руке и рана на ноге». Семья мариупольца Егора была в разрушенном, заблокированном городе больше ста дней. Но в конце мая ей удалось выехать. До сих пор в Мариуполе остаются около ста тысяч украинцев. Все они живут в условиях гуманитарной катастрофы, без постоянного света и газа среди руин школ, больниц и жилых домов. Чтобы набрать питьевой воды, мариупольцам приходится записываться в очередь и ждать часами. С технической проблем не меньше. «Они берут воду в резервном водохранилище. Я хочу подчеркнуть, что этой воды, которая там есть, первая – она техническая. А второе дело – этого объема воды хватит всего на 9 месяцев. Сегодня люди, когда просыпаются утром, ищут пищу. Они ищут воду и не имеют этой возможности получить воду». Отсутствие чистой воды может привести к экологической катастрофе и вспышке инфекционных заболеваний. Ситуацию усложняет и то, что тела погибших горожан хоронили прямо в жилых дворах. Российские оккупанты остановили их эксгумацию и готовы проводить ее только за деньги. «Эксгумация полностью прекращена. Теперь, не стесняясь оккупанты, прямо говорят, что эксгумация только за деньги. Все решение проблем мариупольцев мразота превращает в бизнес, а импровизированные кладбища растут». Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, в Телеграм. Вместо обещанного восстановления разрушенного города российские оккупанты занимаются грабежом. Они готовят морской порт для перевалки украденного урожая и произведенного на украинских предприятиях металла, а также пытаются запустить работу зернового терминала. «В первую очередь планируется установить сообщение с Ростовом-на-Дону для вывоза украинского металла. Впрочем, существенной проблемой остается неспособность россиян обеспечить поставки электротока для работы порта». Из публикации Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Телеграм. «В ответ на преступления российских оккупантов в Мариуполе, как и на других временно неподконтрольных Киеву территориях, действует партизанское сопротивление. Несмотря на риск попасть под арест, мариупольцы выходят на улицы с украинским флагом и расклеивают желто-голубые наклейки на столбах, заборах, остановках и стенах зданий». Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко уверен, что сопротивление нарастает ежедневно. А партизаны не устают напоминать, что Мариуполь был, есть и будет украинским городом.